Привет всем друзья и гости канала, мы с вами продолжаем играть в фермы симуляторы 2022 и у нас продолжается работа на карте Зелёновка. В прошлой серии мы с вами занимались тем, что убирали вот эти наши три поля, 52, 53 и 54 поля. Я эти поля убрал друзья, вот вы можете видеть убраны поля, собрал соломку и друзья что вы думаете, я окупил аренду этого прицепа. Вот, то есть я эту аренду окупил, заработал я где-то с соломой 1010 или меньше, я не буду врать, но заработал я меньше чем 10 тысяч. Вот, и сегодня мы с вами будем заниматься очередным контрактом. Вот, я опять взял контракт, контракт на, на, сейчас вам хочу сказать, 78 поле. Где у нас 78 поле? Здесь первое. Так, 78 у нас, вот он. Вот, сегодня мы будем заниматься контрактом, вот, а также сегодня мы с вами будем заниматься, может быть, морковкой. Вот, или же, как вариант, будем делать контракт еще один. Еще один контракт можно применять, 2,5 тысячи у нас с наградом. Так, давайте мы, наверное, друзья, примем контракт, вот, и поедем сейчас, собственно говоря, его выполнять. Так, вот это мы можем спокойно отцеплять и возвращать назад. Грузовые прицепы вернуть, да. Так, далее, давайте мы запускаем сейчас наш комбайн. Ага, подключен, все отлично. Так, у нас, значит, с вами сбор урожая, 87 поле. Хорошо, поехали. Вот, сейчас запустим, наверное, Костика, а сами мы поедем выполнять контракт на цукование. Контракт на цукование поедем выполнять. Вот, и я все же мечтаю, вот, это, наверное, мечтать, чем цель. Купить морковную фабрику. Вот, фабрику супов, или как там она правильно называется. Называется. Вот, потому что я так посмотрел, супы здесь дорогие. Поспрашивал местные, говорят, ну, супы вкусные здесь были. Поэтому мы с вами будем, наверное, возобновлять морковные супы. Зеленок кем. Извиняюсь, я немножко приболел. Так, немножко мы не туда поехали. Вот, ну, а также мы, друзья, с вами поставим сейчас Костика. У Скавона работает на наших полях. У Скавона это все дело культивирует. А, погодите, друзья, культивирует. Мы ж, я вспомню. Я вспомню. Мы ж, друзья, с вами хотели объединить эти поля. Мы хотели с вами объединить... 52, 53, 54 поля. Точно, друзья, я вспомню. У нас не было денег, чтобы их объединить. Ну, и сейчас у нас не сильно много денег, поэтому... Точно. Вот, а взять... Взять плуг в аренду, взять плуг в аренду, у нас так... Овощная техника, нет плуги. Хотя бы вот такой плуг... 63, ладно, а вот такой 714, а этот 816. То есть, 816 стоит взять плуг в аренду, да? Но я вам скажу, не дешево, друзья, не дешево, одна. Ну, и я думаю, нам нужно брать, иначе... Ибо по-другому, друзья, увы, никак. Все, сегодня у нас есть план работы. Сегодня мы будем объединять поля. Все. Я, на самом деле, хотел бы все эти поля скупить и их объединить. Это, представьте, представьте, какое будет просто реально огромное поле. Если вот эти все поля, друзья, скупить, объединить, вот эти скупить, объединить, вот эти, вот эти... Да, вы что, друзья, это же просто щаски. Так, а у нас здесь, вот он, да, 70, 87-ое поле, а растет у нас ячурик. Хорошо. Отвращаемся, включаем. Поехал. Нанимаем нашего Костика. А сами, друзья, мы перемещаемся сюда и берем в аренду плуг. Извиняюсь, написали. Вот, берем в аренду плуг. Хотите арендовать товар за 816? Ну, друзья, а что делать? Вот, конечно, хотим. Объединить поля, может быть, даже перепашим эти поля. Вот, кстати, нужно посмотреть, нуждается ли Барс Пашки это все дело. Не зря же мы с вами взяли в аренду. Так, ну, перевес... Я не сказал, что сильный перевес, да, но... Перевес небольшой есть все же. Так, хорошо, друзья, давайте мы, значит, начинаем объединять поля. Я думаю, даже, может быть, эту дорогу мы запашем. Так, друзья, то есть, смотрите. Можно, в принципе, объединить... Вот, то есть, запахать эту дорогу, таким образом расширить немного поля. Вот, но можно поступить и по-другому. У нас же здесь трава, это же наш участок, наш участок. Можно здесь косить траву, в принципе, вот. То есть, не объединять вот этот участок, да, и его не распахивать. А здесь, допустим, косить траву. Кстати, вариант. То есть, наверное, мы дорогу, друзья, не будем распахивать. Не знаю. Так, окей, давайте мы пока что, друзья, с вами настроим GPS. И будем, скажем так, по GPS все это дело делать. Так, вот так, да, врун? Так, смотрите, друзья. Ну, более-менее рун. Отлично. Просто супер. Теперь давайте с этой стороны. Там с Пашей. Так, с этой стороны нам тоже нужно. Как-то это покрасиво мне все дело сделать. Так, давайте с этой стороны нам тоже нужно. Так, окей. Стоп. Нас поле намечили. Теперь мы это все дело можем спокойно с вами объединять. То есть, это мы все делаем вот так вот. Так, включится объединение полей. Навигация. И вперед. Супер, друзья. Супер, друзья. Успешная работа. Нам, скорее всего, еще давайте мы поля запашем, наверное. Нужно прикатать с обмякористой. Я хотел бы, друзья, чтобы мы попросту не тратили плуг. Ну, точнее, час аренды плуга. Вот. Скорее всего, и перепахать эти поля. Потому что мы не пахали свои, да? Зато мы теряем бункер на 80%. Хорошо. Отлично. Вот. Конечно, этому трактору, друзья, тяжеловато. Ну, а что ж поделать. Так, вот так мы, собственно говоря, добавим немножко гектара нашему полю. Вот. Ну, а смысл, друзья, в принципе, полей рядом. Вот смотрите, ну, это же грех просто эти поля не объединить. Смотрите, как они рядом друг с другом. Просто. Так, что-то тебе тяжеловато, да? Так, что-то нашему трактору тяжеловато. Но он вполне справляет. Вот так раз и нарисовалась у нас работа, да? Среди белого дня. Так, что-то, друзья, первое поле готово, и как раз у нашего акустика заполнился бункер. Отлично. Сейчас мы едем его выгружать. Давай, вставай. Поза вот тут. Что, поехали. Вот. А отвозить нам куда это всё дело? Зернова и мельница. Всё, понял. Нам на зернова и мельницу это всё нужно дело будет везти. Вот. А поехать как-то нашими полями можно? Можно. Можно и нужно поехать нашими полями. Поехали. Всё. Едем. Потом будет, наверное, я надеюсь, что будет продаваться сенокосилка со скидкой. И мы с вами её приобретём и будем косить траву. На нашем участке. Так, хорошо. Дальше нам куда надо сворачивать? Дальше мы сворачиваем сейчас вот сюда, да? Так, мы сейчас свернём. Вот. Просто нельзя, чтобы не потратить, потому что трактор у нас медленный. 25 км в час он едет у нас. И не хочется делать пробки и мешать тракту. Вот, интересно будет, друзья, посмотреть, как мы будем работать с морковкой, да? Как мы будем морковь собирать. Вот это вот реально действительно интересно будет посмотреть. Вот, всё, сейчас мы объединим все поля и, наверное, скорее всего на этом будем завершать серию. Вот, я буду продолжать работать уже сам за кадром, вы все эту работу, как у вас видели. Пока тут, культивацию. Уже, наверное, встретимся с вами, когда у нас одреет морковка. Так, я надеюсь, что она у нас одреет. Так, а это что у нас? Это у нас сорга. Да, это у нас так выглядит сорга. Кстати, я уже сорга так давно, друзья, и сильно не собирал, я уже давно как они выглядят. Кхм. Так, хорошо, всё, отлично. Личинейка сыпется. Так, не будем стоять рядом с личинейком, потому что будем все часы. Так. Вот, жаль, друзья, что соломку нельзя собирать с чужих полей. Это очень жаль, конечно. Я собрал соломку, продал, заработал ещё немножко, день жаль бы. Так, всё, хорошо. 8,5 тонн. Вот, поехали дальше, друзья, поехали дальше. Дальше у нас... Вот эти вот поля. Вот, и будет у нас одно большое, друзья, теперь поле. А если мы ещё вот те поля купим и объединим, друзья, так это вообще будет сказка. Так, давайте мы теперь... Здесь GP1-2 включим. Вот так, как она нужна. Вот так, как она нужна. Вот, да. Вот, и сейчас с той стороны мы так же сделаем. Вот, это мы намечаем поля, друзья. Кто не знает, да, мы в 15-м фермер-симуляторе так с вами делали, и в 22-м. Для начала нужно наметить нам поля, чтобы узнать, как их воспахивать. Так, мы выключили, да? Повершится убрание полей нам пока не будет. Вот, небольшую прибавочку к нашему полю добавим. Так, хорошо. Вот, и я думаю, где-то сейчас здесь можно это, в принципе, и... ...вот. Так, хорошо. Вот, и я думаю, где-то сейчас здесь можно это, в принципе, и... ...довершать вот так вот. Всё, отлично. Супер. Теперь поехали распахивать поля. Вот, ну вот, мне нравится фермер-стимулятор то, что можно объединять поля, да, и делать собственные поля. Так, у нас вот такая вот, друзья, нехилая прибавочка к нашему полю будет. Вот, я представляю, как это всё я засеял морковкой. Немножко такими криво сделали, но мы это можем сейчас поправить быстренько. Всё. Так, растение. Всё. Исправили. Так, давайте мы посмотрим, что у нас по бултехнике. Двадцать шесть тысяч. Вот такая вот Пёттингер. Сенокосилка. 160 л. Двадцать метров. Это, конечно, всё здорово, но... Ну, мне бы, друзья, хотелось маленькую сенокосинку, да, чтобы... Вот, большая нам сейчас на данном этапе и не нужна. Зачем нам большая сенокосинка? Что мы ей будем такой вот прям катить? У нас же нет полей с травой там, засаженных полностью. Нам небольшой лужок, скосите все. Так, вторая. Сенокосилки 12 тысяч. Вот. Вот, хватает денег. Вот такую нам надо сенокосилку, друзья. 2,4 метра. Вот. А это 13 тысяч, да, тетинга? Ну, нет. Нам бы вот такую сенокосилку за глаза и за уши. Вот. Или же попросить менеджеров магазина, чтобы подвезли в магазин новые сенокосилки, да? Или же только так. Я не знаю, как еще, по-другому. Так. Сейчас мы что-то сможем спросить. Сейчас мы сможем посеять, в принципе, морковку на наших полях, да? Ну, мы задолбаем все дела собирать. Помощника Ай запомнили на облике. А я понял, что запомнили на облике. Вы слышали? Сейчас мы, наверное, друзья, с вами перепашем это поле. Пока пускай пустик наш подождет. Пускай он у нас там работает с плугом. А мы с вами будем заканчивать этот контракт. Ну, поехали. Хороший этот, друзья, кстати, трактор. Я на него, помните, в первых сериях грешил. Его недолюбливал. Но сейчас хороший трактор. Тяговитый по сравнению с нашим Зетром. Даже если мы посмотрим сейчас средние трактора. 160 и 150 лошадок. То есть этот на 10 лошадиных сил больше, чем на Зетро Кристалл. Так что вот так. Так, все, друзья, давайте мы сейчас ставим работника. Вот. А сами будем заниматься контрактами. У нас с вами два контракта. Может, кстати, будет еще один контракт выполнен на сбор урожая. Тоже зерновая мельница, кстати. Ну, посмотрим. Так. Пахать только на поляк. И нашего работника, да, нашего Костика мы с вами отправляем на пахоту. И скажем, занимается тут. Не зря же мы тут с вами взяли в аренду. И сейчас мы оценим как раз прибавку к нашим полям, друзья. Я вам хочу сказать, это реальная прибавка. Такая вот, знаете, прям нехилая. Смотрите. Какая, друзья, прибавка к нашим полям. Если мы еще выкупим вот эти поля. Вот эти поля. Это вообще, друзья, будет просто мегаполе. Это реально. Я доволен. Я доволен то, что мы, друзья, так сделали. То, что мы расширили поля. Я очень доволен. Не знаю, как вы, но... Вот меня не жалею, что мы с вами расширили поля. Лучше одно большого поля, чем 10 маней. Согласитесь? Так, все, высыпаем сейчас я на чменьку и на зерновую мельницу, да? Да, на зерновую мельницу сейчас мы это все дело будем с вами сводить. Харки. Поехали. Вот и, конечно, друзья, действие не в провале. И то сделай, и все сделай. Это привези, это собери. Ну, вот такое, друзья, у нас сельское хозяйство. Так, погнали. Погнали, друзья. Вот, сейчас мы это дело все отвезем и будем заканчивать, наверное. Наша работа, вот она работает, друзья. Так, извините, я немножко отвлекся и туда поехал. Так, зерновая мельница у нас вот тут, да? Вот, я еще плохо ориентируюсь на карте этой, пока я не все не изучил. Кстати, в этой речке, говорят, местным можно увидеть рыбу. Вот, форель или какая-то верховодка можно увидеть. Я точно не знаю, но по словам местным, что что-то здесь можно увидеть. Так, вот сюда, да, мы везем это все. Так, нечем я начать выгрузку. Ну, хорошо. 41% доставка на поле 89. Ну, что ж, друзья, на этом я буду заканчивать. Встретимся с вами в следующей серии. Будем продолжать работать. Вот, я тут поработаю немножко за кадром. Завершу контракты, которые я взял. Вот, уже мы с вами встретимся на посильной. Или же, когда у нас созревает морковка, я думаю, и вам, и мне было бы интересно посмотреть, как убирается морковка. Вот, что с ней можно будет делать. Куда ее слагировать. Вот, это все, скорее всего, все будет на следующем стриме, или же в серии. Вот, так что я с вами буду прощаться на этом. Вот, встретимся с вами в следующей серии. Будем продолжать работать. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока. До новых встреч.